ЗАЕБАЛ ТОПИТЕР ИНГЛЕР ЗАЕБАЛ ТОПИТЕР ИНГЛЕР ЗАКАЗ НАЗНАЧИТ ЗАЕБАЛ ТОПИТЕР Как вы поняли, темой этой видео является коллаборация Киберпанка и Death Stranding, соответственно. Мы осмотрим вышедший контент, обновления, все, что оно включает, все квесты, которые добавились в последнем обновлении в Death Stranding и пересекаются с вселенной Киберпанка. Я подробно покажу, выскажу свои теории. Также хотел бы выслушать ваши, если не имеется. В комментариях, конечно же, я прочитаю каждый из них, возможно, отвечу даже, возможно, оно совпадает с моим, возможно, нет. В этом и состоит интерес. Итак, не будем тратить наше время. Давайте сразу перейдем к делу. В меню в разделе обновления мы можем увидеть, что в версии 1.05 добавлен материал совместного проекта с Киберпанк 2077. Добавлены задания, предметы совместного проекта. Походы сюжета доступны дополнительные задания и предметы. Если вы прошли Death Stranding, то они будут появляться у вас поочередно. А если же вы проходите сюжет, то они появляются в течение сюжета. Ну, то есть, в первом случае они появляются сразу и поочередно, вам не нужно будет ждать или идти куда-то. А во втором случае вам нужно достичь определенной точки задания, либо сюжета, и начнется. Я вам покажу, расскажу, когда оно начинается, что нужно делать, если вам лень проходить заново или скачивать игру, соответственно. Первое задание с Киберпанка нам приходит, как только мы находим узел к югу от Озерного. Запрос на чип со странным символом. Привет, Сэм, как делишки? У меня к тебе просьба. Один из курьеров, с которыми мы работаем, обнаружил что-то странное озеро в кратере рядом с южным узлом. Он сказал, что это похоже на чип. Ну, знаешь, для хранения данных, и на нем вырезан символ V. Не знаю, как ты, но здесь никто про такое не слышал. Курьер, который нашел чип, собирался принести его сюда, но на него на пальмулы. Он едва унес ноги, но при этом потерял чип. Сэм, дело не срочно, но будет здорово, если ты, включив его в свое расписание, посетить и распределить в Озерном узле. И тут, на самом деле, некоторые несостыковочки. Во-первых, самое главное, то, что распределитель не в Озерном надо посетить, а к югу от Озерного. Я потратил время, пока ехал на север со своими заказиками. Ну, в принципе, ничего страшного, но просто держите это в голове, то, что задание находится к распределителю в югу от Озерного. И вот моя теория, если на чипе вырезано V, то, может быть, это чип V из концовки, где V дает себя копировать. Так я подумал с самого начала, но, к сожалению, ошибся. Итак, вот распределитель к югу от Озерного. Если вы не знаете вдруг, где он на карте, мы берем заказ в терминаль доставки, в заказах для Сэма. Чип возвращения с пометкой V. Можем посмотреть некоторые интересные детали. Вот так выглядит чип, например, сам по себе. Мы его можем видеть только здесь на рисунке. Из коробки, к сожалению, мы его извлечь не можем. Итак, мы берем заказ и, естественно, отправляемся спасать чип. Чип-чип-чип-чип-чип-эдэл. Из киберпанк. Чип-чип-чип-чип-чип-чип-эдэл. Кодзима гений. О! С помощью наших способностей в спортивном ориентировании мы находим чип именно в той области рядом с мулами. Тут даже есть подсказки, поэтому не бойтесь его пропустить. Обычные игроки ставят как раз голограммы где-нибудь рядом из самого киберпанка и очень легко их найти. Ну, либо всяческие знаки. Я думаю, с этим у вас проблем не возникнет. И помните, что лайков много не бывает. Соответственно, здесь мы уже можем видеть первый знак, который относится к игре киберпанка и обновлению. Соответственно, ставим лайки. Лайков много не бывает. И тут же мы подбираем сразу чип. Находится он в обычной упаковке. Написано не кантовать, но я думаю, с чипом ничего не случится. Соответственно, возвращаемся обратно в распределитель. Используя терминал, соответственно, доставляем заказ. Тут ничего сложного, но на всякий случай это показывает, чтобы ничего не упустить. Прощаемся с нашим чипом. Так бы хотелось верить, что это Ви, но... Все нормально? Да нет, не нормально. Вообще ни разу не нормально. Выглядит отлично. Снимай. Но у тебя нет шляпы, брат. Персонаж здесь говорят обычные фразы, которые уже используются в обычной игре, а тут ничего такого нет. И вот сразу же после выполнения первых заданий с киберпанка, наш G улучшает компас. И мы можем выводить на экран метку цели. То есть фиксировать цель, которая сейчас помечена активным заданием. Она также расходует заряд нашего аккумулятора. Имейте это в виду. Также нам кое-что дарит. Сразу же. Это, конечно, очень странная фигня, но... Выглядит она, кстати, неплохо, но вот именно преподносится так себе. Это черты лица Ви, как ни странно. Мы можем их надеть практически сразу же. Это не вызовет никаких сложностей. И, по-моему, это единственный предмет, который не исчезает после того, как вы поспите. Ну, очки там с кепкой, например, снимаются. А если вы поспите, вот этот предмет, он остается до перезапуска игры. Сам по себе. И прямо тут же нам приходит письмо с благодарностью. Спасибо, Сэм Портер Бриджес. Понятия не имею, кто я, но ты, тебя я знаю. Ты, Сэм. Сэм не я. Сэм человек. Человек, чело. У тебя чип. Это я знаю. Это и Бриджес. Сэм Портер Бриджес. Бриджес использовал данный чип, чтобы включить мою систему, разбудить меня. Заставив шевелить задницей. Это не мой мир, Сэм. Какой мир? Кто я? Это не я. Если то, цифра не сходится. Знаешь, на что это похоже? Как будто кто-то залез в меня, пробрался в череп и прошелся битый по всем моим байтам. Моя память тверто, сломанная, я не знаю, я не помню, я не могу, нет, я не помню. Но, черт возьми, поможет ли это? Имя, ярлыки, сущности. Назвай меня Джей. Эта буква приходит из памяти. Появляется в моих архивах. Джей, Джей. Джей, что это значит? Верно, как буква Ви на чипе. Связь с домом. Ви. Дом. Дом, милый дом. Микаса и Сукаса. Я собираюсь вернуть себя, Сэм, мне нужно больше данных, больше чипов. И если я могу думать, то я думаю, что ты единственный, на кого я могу в этом деле положиться. Помоги мне, я помогу тебе. Я хочу тебе кое-что дать. Вот это черты лица Ви, Сэм. Галантный кавалер прекрасных дам, верно? Сэм Портийнов. А если тебе этого мало, ну, я добавлю кое-что более практичное. Я просканировал, увидел на чипе, который принес данные о кибертехнике. С их помощью я сделал программное улучшение для твоего компаса. Ну, не совсем я, то есть не один. Всю тяжелую работу сделал мои системы. Они как будто знали. Знали, как извлечь максимум пояса. Черт, если бы я знал, как устроено все это барахло. Может быть, так и должно быть. Ладно, в общем, ты можешь перестать тревожиться по поводу того, что метка пункта перестанет пропадать из виду. Это тебе больше не угрожает. Ты можешь делать так, что она будет видна всегда, чтобы понять, как все это работает. Включить жим-компас и направить взгляд на метку пункта назначения. Моя просьба такова, сам Портер Бриджерс, принеси мне другие чипы. Это нужно мне и тебе, Сэм. Ну, я не знаю. Знаешь, кто знает, какую еще выгоду это тебе принесет? И тут сразу понятно, что это на чипе был записан Джеки Вейлс. Именно поэтому он называет себя Джи. И, как видим, вот эта функция в компасе. Мы можем не прятать метку назначения. У нас она никогда не исчезнет, что является достаточно удобным, чтобы постоянно не переходить к мистеру компасу. Возникает вопрос. Как Джеки попал сюда? Если вы в Киберпанке, например, не отдаете его тело родным, то его скопирует Аросака, соответственно, на чип. И в некоторых из концовок мы можем его увидеть. И так, возможно, в одной из тех концовок он попал именно вот сюда, где он сейчас находится, в Death Stranding мир. И это при том, если это одна вселенная, соответственно. Но это вряд ли одна вселенная, о чем можно будет судить дальше, пока мы до этого не дошли. Это лишь просто предположение, которое возникает сразу же. Если это не Вейл, то это Джеки, который был скопирован. Следующее письмецо нам приходит, как только Дай Хартнон поручает доставить припасы в нижний южный узел. Итак, запрос на поиск. Забери мой чип у мул. Привет, человеку, Сэм. Это Джей. Ссылка сработала, данные пошли. Скажу, что хочу сказать о твоих системах доставки. Они довольно совершенны. Зломав их, я уже через 2 минуты нашел второй чип. Он, если ты его увидишь, то сразу узнаешь, на нем знак ВИ. Большая буква ВИ, как в прошлый раз, как ДО. Проблема в том, что его нашли мул и спрятали в почтовый ящик. Но ты, я знаю тебя, человек, Сэм. Уверен, ты просто обожаешь преодолевать трудности. Я прав, верно. Если ты возьмешь этот заказ, я обновлю твою карту. Остальное придется делать самому. Найти чипы только полдела. Чтобы забрать их, нужно быть живым. Не таким, как я. Я не живой. В данный момент я не подхожу на эту роль. Когда будешь готов приступить, возьми мой заказ в озерном узле. В этот раз он не врет. Заказ действительно находится в озерном узле. И не как в прошлый раз. Мы подходим к терминалу и берем заказ из заказов Сэма. В этот раз нам нужно выкрасть чип с территории мулов. В описании чипа сказано, что содержащиеся данные на чипе помогут Дже вновь обрасти жизненный путь. Проходя дальше по миссии, разобравшись с мулами, ну, либо проходя по стелсу, как я в принципе и сделал, мы забираем из ящика чип с символом V. Ну, также еще что-нибудь, если вы все-таки хотите помочь другим игрокам, например. Несем чип обратно в озерный и отдаем его. В этот раз нам в награду предоставляет обратный трицикл типа Яйба Кусанаги. А также Джей улучшает наш компас. Теперь с помощью него можно временно выводить из строя сенсорные вешки. Те, которые вас обнаруживают на территории мулов и так достают. Итак, сразу же изготавливаем обратный трицикл. Улучшенный вариант защищенного обратного трицикла Бриджса с улучшенным прыжком. Этот трицикл сделан по особому заказу, и по техническим причинам вы не можете изменить его цвет. Ну, цвет Киберпанка, соответственно. Его электромагнитные щиты меньше, чем у обычной защищенной модели, но столь же эффективно. Они поглощают часть урона пуль, ударов и атак. Однако, учтите, что система не защищает падение свисты. В том, что касается проходимости, эта модель не уступает базовой. Итак, давайте же рассмотрим этого красавца. Цвет Киберпанка. И не один даже, красный, жёлтый, как мы видим. Имеются всяческие эмблемы. Специальные колёса разрисованные. Вот такой вот красавец. Как мы видим на стекле, впереди есть самурай. Самурай. Найт-сити эмблема. И ещё некоторые другие, о которых мне мало чего известно. Но, может быть, кто-то из вас в курсе по этому поводу. Поэтому, приглашаю вас в комментарии. Там вы можете помочь нам с этим разобраться. Этот мотоцикл отличается от некоторых других мотоциклов тем, что он, как видите, может высоко и далеко прыгать. Немножко подальше и повыше, чем другие мотоциклики. И, конечно же, Джеки присылает нам ещё одно письмо благодарности. Ты хорош человек, Сэм. Данные на чипе открыли мне глаза. Если я правильно понимаю, что такое зрение. Я узнал, что наши миры не должны пересекаться. Обращение к памяти – сбой. Возможно, авария. Авария в моём мире послужила спусковым крючком, а Хирали довершил дело. Но вернёмся к моему миру. Дом, милый дом. Не верю, что у нас есть такие безумные вещи, как Хирали, но в целом, похоже, наши технологии на шаг впереди ваших. И ты это заслужил ещё один кусочек, партина. Используя данные этого чипа, я улучшу твой обратный тридцикл. Просканируй. Я думаю, ты оценишь. Новый тридцикл лучше защищён и дальше прыгает. Я присвоил ему название Яйба Кусанаги. А ещё я немного похимичил своим компасом сенсорные вешки мулов. И террористов, на самом деле, никуда не годятся. Дерьмо полнейшее. Причём тут компас, а при том, что с его помощью ты теперь можешь их отключать. Конечно, мы сразу пойдём это проверить. Рядышком есть эти вешки. Мы на них нацелим с помощью компаса. Идёт анализ данных, как в Киберпанке мы можем отключить эту вешку. Отключается она не одна, а также некоторые соседние, что даёт возможность вам пройти дальше, и вы не будете отсканированы какое-то время. Также, как видим, аккумулятор немножко потратился. И тут есть одна очень важная деталь. Джеки нам говорит то, что технологии их мира современнее, чем технологии Death Stranding. Но на самом деле это не так, потому что всё, что находится здесь, также хиральная сеть, свидетельствует об обратном. Технологии Death Stranding намного дальше скакнули в этом плане, чем у Киберпанка. И поэтому мы можем судить, что если всё происходит в одной вселенной, то события Death Stranding происходят намного позже. Ну, также об этом свидетельствует то, что Джеки мёртвый, мы находим его чип, но это уже абсолютно другая история. Итак, на этом заканчивается первая часть выпуска коллаборируемого контента Киберпанка и Death Stranding. Спасибо вам за то, что смотрели. Оставляйте своё мнение в комментариях обязательно. А я пока тем временем отдохну, ведь, как говорил один великий человек... Отдохнуть время от времени не стыдно. А вы знали, что на грибочках-голограммах, которые ставят игроки, находятся лайки, а не крапинки природные? А, нифига себе.